Моя история такая по поводу брачных аферистов-мошенников, я хочу сказать. Лично себя конкретно. Я приобрела ноутбук, естественно, новичок я в этом деле, приобрела для таких целей, чтобы познать интернет и работу в интернет, так как мне 63 года, пенсия небольшая, минимальная. Я с такой целью приобрела, чтобы что-то там можно было на дому брать, какие-то работы и все это прочее, узнавать там всю информацию, изучать полностью. В одно прекрасное время я вышла на сайт знакомств. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, значит, в одно прекрасное время ко мне приходили смс, я не отвечала, потом предложили 2000 заплатить за эту услугу. Я, значит, отказалась, зачем мне это нужно, я женщину буду 2000 отдавать, чтобы мне там, значит, бюро услуг, значит, как правильно выразиться, предоставили мне жениха, можно так сказать. И вот в одно прекрасное время через Facebook на мою электронную почту, значит, приходит письмо от администрации или что, что тот и тот заинтересовался тобой, молодой человек, все. Я, значит, я, значит, дала добро. Они как спрашивают разрешение, я дала добро, пусть, значит, это, выходит на мою, как, или вы его выводите на мою почту, так как он уж электронного адреса не знал. Значит, он как описывает, красавица, понравилась, то и все, вот, вы не желаете ли вы переписываться, дайте мне, пожалуйста, ваш электронный адрес. Вот, я так подумала, думаю, ну что здесь такого, если с человеком переписываться, ничего здесь такого нету страшного. Дала я ему это, значит, стали мы с ним переписываться. Вот, а антрибут он мне выслал, это как он писал, он сам с Америки, вот, Северная Америка, Атланта. Северная Америка. Северная Америка. В город военный служащий на тот момент, он, как описывает, служил в Афганистане. не станем. Вот, и ему осталось там 3-4 месяца, чтобы он, значит, как в отставку ушел, у нас говорят, на пенсию, в отставку. И так как он отец-одиночка, у него жена погибла в автокатастрофе 3-4 года назад, у него еще дочь Бетти, 12 лет, он, значит, заинтересован создать семью, потому что нет смысла жить одному. Вот, так это все гладко, так это все это, что более так к естественному, что как бытие наше, бытие наше, действительно, так это все подходило. Я, значит, прочитала это все, смотрю, что у человека намерен такие серьезные, а у меня вроде как интерес был, вот, что я ему понравилась, что он действительно хочет создать семью, вот. И я как-то стала с ним переписываться, навстречу ему пошла, короче, на его выбор, ответила взаимностью, можно так сказать. Какое-то время мы переписывались с ним, это прекрасные письма, вот, я таких слов никогда в жизни не слышала, цветы всевозможные, вот. Потом какой-то период, я, значит, у меня проявились к нему чувства, вот, к этим отношениям, в первую очередь, потому что мы женщины больше на слуху, на слух это воспринимаем, что там все и прочее. Вот, потом в одно прекрасное время, я сейчас же понимаю, что это такое, что там любовь и развод на деньги, это сейчас я уже знаю. В одно прекрасное время он мне пишет, что он на такую операцию идет, что опасно, возможно, оттуда живой не придет с этой операцией, что вот, дорогая, я буду помнить о тебе и даже с того света прочее всего, как он описывал. Двое суток его не было, он исчез, естественно, я переживала за него, думаю, боже мой, хотя бы был живой, да чтобы жил, хотя бы там у него дочь есть, пусть не со мной как-то он отношение, у него дочь все-таки есть, что он сам сирота, он описывал, что отец, что его бабушка воспитывала, никого у них нет, вот, я поняла, дочка и он. И, значит, через двое суток он, значит, появляется на моей электронной почте, жив, я рада до безумия, жив, здоров, слава Богу. И пишет, дорогая ты моя, вот мы на операции, там, значит, фотографии прислал военный, где ранены солдаты, вертолеты эти американские, все с носилками раненые, что я был на обочине, проверял там, кто живой, кто труп и все. И нашел, дорогая, коробку я с большими деньгами, это доллары, там 3 миллиона 600 долларов, вот, и решил принести эту коробку, так как их там было 3 офицера задействованы, там группы их не было, решил, значит, принести, они посоветовались. Ранее они вроде отдавали это правительству Афганистану, а это решили, что этими деньгами, значит, террористы, если мы сдадим, будут опять финансировать террористов, так ставился вопрос. И они решили разделить эти деньги пополам, на троих, вот миллион 200, он пишет мне, так как у меня никого нету, вот, у этих жены, они могут женам повысылать деньги, а у меня никого нет, кроме тебя, а ты, мол, дай добро, вышли мне адрес, что я вышлю тебе эти деньги. Вот, я, конечно, в Синитине была, потому что сумма такая, у меня это космическая какая-то, ну а что мне делать, думаю, ну ладно, как там, что получится, то и получится, выслал я им адрес свой, вот. Вот, якобы он уже посылку-то отправил через авиадепартаментская служба, это авиадоставка какая-то международная, то, что через банк эти деньги не пройдут, переводом они не пройдут, это нелегально получается, да, я же сейчас потом знаю. Вот, и на меня выходил курьер, курьер, что так и так, что действительно надо подтвердить мне адрес, что это через некоторое время он будет в России, и доставит мне этот пакет или посылку, как правильно вылезти с этими деньгами. Я, значит, ему подтвердила все, вот, и как, по сей день эта посылка неизвестна где, это ясно сейчас понимаю, что это был чисто развод. Вот, и что он, они, как-то он мне звонил, да, вот повторяюсь, и вот ваши, а, через какой-то промежуток времени он прибыл в Россию, это, этот курьер, это было где-то 3-4 месяца прошло. И он с меня за эту, так как она застряла, эта посылка на таможне Домодедова в Москве, вот, и ее нужно вроде бы выкупить было, 6800 евро. Я сначала 6800, а 6, это 300 чем-то тысяч на наши деньги. Естественно, у меня таких денег не было, и тут уже, конечно, уже подозрение какое-то у меня было, я своему любимому написала, что так и так. Да, говорит, что он, я с ними разговаривал, я поняла, что он с ними связь имеет, что если даже у меня были тут деньги, вот, то я бы выслал эти деньги, тебе посылку домой доставили. Вот. И далее что, значит, получилось? Далее получилось так, посылка тут, я тоже в России, посылка в России. Ему нужно, значит, как он говорил, попасть в Россию, к тебе, дорогая, я хочу жить с тобой, я хочу к тебе. Но так как нам платят 100 долларов всего в неделю, вот, я не могу отсюда с лагеря, лагерь где-то в Афганистане, потом в Эмиратах он уже оказался, вот, что я не могу вылететь, у меня нет таких средств, чтобы посетить Россию. Ты, значит, мне помоги с деньгами, я тебя люблю, вот, я не хочу тут погибнуть, вот, я хочу жить с тобой, вот, ты мне помоги. Естественно, я четыре раза перевод ему делала, первый раз, там, незначительная сумма, он пишет, что маловато, второй раз, тоже не хватает, потом, значит, третий раз, он пошел, якобы, в аэропорт, узнал, что ему нужны еще деньги, это в общей сложности 5000 евро получилось, для оформления какого-то документа, чтобы нам, чтобы ему границу пересечь, вот это, таможен или как, что, я не знаю. И вот, значит, четыре этапа, уже последний, когда я высылала, какую он сумму, вот такая сумма и достаточно, я ему выслала эти деньги, читая четвертый перевод, какое-то время, там коды же, а, деньги пересылались не ему конкретно, а как он писал на солдат в Ганны, на солдат, там три, четыре перевода, три задействованных были солдаты, которые им, якобы, питание доставляли. В этот лагерь, вот, и это вот Ганны, значит, я пересылала вот через этот, вот, как называется, как Вестер Юнион, вот это быстрый перевод, вот там код, и по кодам, значит, человек получал эти деньги. Вот, и когда последний раз я выслала, повторяясь, то получилась такая ситуация, что он, значит, обеспокоен, не пишет, что-то Данил его звали, того солдата, что он, значит, почему-то сказал, что выехал с банка, почему-то, говорит, его нету, я беспокоюсь, мне грустно. Потом, значит, я получаю через какой-то период на электронную почту, я получаю, значит, письмо от какого-то солдата, вот, что вроде как свидетель, подтверждение, что этот Данил попал в автокатастрофу. Вот, и, значит, он находится в коме, слава богу, что он живой, и тут также этот Дэвид тоже подтверждает вот это, ну, ему как нужно подтверждение было, что это не лохотрон, я так уж сейчас понимаю, что это не мошенничество. Вот, и, значит, тогда вот так, я получилось, потом далее поняла, что я у него стала как на крючке, вот, что вот такая ситуация, и сначала он как-то более лояльный, а потом стал опять просить деньги, что он меня сильно любит, и посылка тут такая, что мы жить будем богато и красиво, там вообще даже некуда, что, и я уже на крючке, на крючке в каком плане, потому что я деньги брала в банке, мне нужно отдавать, он мне выбора не дал, он мне не дал выбора, и что, и я бегала по этим банкам, слава богу, что потом мне уже не стали эти деньги давать, я бы еще могла бы еще эту сумму, еще бы некую сумму могла выслать, и я искала, опять вынуждена была искать деньги, что он говорил, ты, дорогая, вышлишь деньги, через два дня я у тебя буду, вот, у меня нет тут, я, ну, там перебранка у нас была прочая, как это так, ты там не можешь найти, там, друзья, офицеры, никто, это было бесполезно, это было бесполезно, там, любовь и развод на деньги, это сейчас я уже понимаю, ничего, любовь и развод на деньги, и в итоге, в итоге, что он, потом, когда я у него встала, уже начиталась в этом интернет-свахе, эти все комментарии, что многие женщины требовали, они не выходят на веб-камеру, да, я у него потребовала, что он вышел на веб-камеру. Нет, 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 общались, ну, как, он на ангеле, он говорит, я, переписывались, а. У него только картинки не было, то есть. И только фотографии его, и все, да, он так сказал, что нам не положено, он вот смех его на английском говорит, и вот я не говорю по-русски, а он, мы переписывались, по-русски он пишет. Да, по-русски пишет. То есть, английскими буквами по-русски? Нет, он пишет прям по-русски, ну, дековеркает слова. Значит, он знает его язык или переводчик работает, я в этом некомпетентна. Да, но то, что когда мы стали общаться, он, камера, он все говорит, камера не работает, камера не работает. Потом говорит, что спасает. Но английский диск у вас длилась, сколько? Она длилась 7 месяцев. Ежедневно, каждый день. Каждый день? Каждый день, да. Вот, каждый день. И вот так вот, что там было тяжело, он психолог, оказывается, очень такой классный, очень тяжело мне было, и как я приняла это за правду, за истину, то, что я повторяю, что я новичок в этом деле, я не знала, что, хотя меня сноха предупреждала. Смотрите, я ей рассказала, что, смотри, вот как я переписываюсь, думаю, что здесь так, смотрите, там очень много аферистов, но я ее не послушала. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok